Вот сейчас, вот, что нужно было сделать, чтобы меня слышно было, вот сейчас меня слышно, вот, 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 видите, почему нужно, чтобы было и таково, всем добрый вечер, я тут распинаюсь, говорю, говорю, а меня не слышно, а не слышно почему, потому что у меня работают две камеры, одна камера, я выключил ее, и она только звук подает, микрофончик, чтобы звук был более чистый и был как бы, из-за того, что я отхожу, бегаю, чтобы у меня было слышно, вот, а я его не включил, поэтому ждал, чтобы мне кто-нибудь сказал, вот, наконец-то мне сказали, что звук не очень, ну, звука нету, сейчас должен быть звук. Так, все, картинка появилась, картинка появилась, можно начинать работать, значит, так, лук, первым делом режем лук, резать его будем кубиками, а чего я его отрезал сейчас неправильно, вот, видите, заговорился, я порезал его неправильно, но ничего, мы его вот так вот, Роман Александрович, очень давно вас не видно было, очень давно, и, ну, про себя я не говорю, я говорю про канал у Феликса, давно мы вас там не видели, так, нет у меня чата. Да, Люля, ты можешь не читать чат? Ты умеешь, умеешь, ты читаешь, что все хорошо, поэтому… Ничего страшного. Так. Вот так. Так. Конец и куча. Вот. Сейчас Сталин не будет читать, а вы можете писать пока. Кстати, если кто-то хочет, желает присоединиться к прямому эфиру и с нами вместе поговорить и пообщаться. Добрый вечер, Наташа, добрый вечер, спасибо, что к нам присоединились. Вот. У меня сегодня с уфлёром, не с уфлёром, а помощником Талии будет, она будет мне читать ваши… Вот. Сегодня мы будем готовить супчик. Я заранее этот… заранее приготовил бульон для того, чтобы не тратить ваше драгоценное время. А сейчас мы будем уже, ну, готовить, во-первых, заправку. Так, для заправки мы нарезаем лук. Мы нарезаем лук и к луку добавим ещё и морковку. Ну, это как обычно делают, да? Ничего, в принципе, нового не рассказал. Вот. Супчик у меня сегодня, там бульон будет на говяжьих костях. Вот. Я опять же, видите, как из-за того, что я временно не могу водить машину. Тогда же, когда мне хочется куда-то поехать или что-то докупить что-то, я не могу выйти из дома. Вот. Поэтому, как говорится, суп пришёл готовить из того, что есть. это будет. Потому что захотел супчик, а в магазин поехать не может. Вот. Ну, это будет такой, я думаю, интересный супчик. Сам бульон на говяжьих костях. Потом мы добавим, я приготовил копчёную грудку. Добавлю туда копчёную грудку. Посмотрим, какой вкус добавится у нас. И к этому ещё добавлю курильную грудку, порежу её маленьким височком. Потому что мои мясо не очень едят. Вот. А курочку могут поесть. Это я её маленькими и мелкими сделаю, добавлю. и будем делать уже её, знаете. Так. Масло. Масло у нас нагрелось. Вообще, для того, чтобы лук не подгорал, советую лук забрасывать ещё в холодное масло. Тогда он не будет подгорать. Вот. Ну, у меня масло подогрелось. Ничего. Сгореть оно не сгорит. Сейчас мы его немножко протактируем. Так. Лук нужно... Ой, какой жгучий лук. Так. Лук нужно посолить. Чуть-чуть. Чтобы он дал... Чтобы он дал больше соку и быстрее пассировался. Так вот, да? Так. Это у нас лук. Короткий ролик с нашим дождём. Дождь вообще стоял на улице как будто даже не то, что из ведра лилась, а лилась как будто из ведра. То есть не такого... То есть не вообще с ума можно было пойти, какой я такой сильный. Но он не был короткий. Он очень быстро закончился. Ой. Он очень быстро закончился. Но, конечно, пока он был, было... Вид был ужасный на улице. Так. Почему я не вижу сообщений? Никто не пишет? А чего так? А? Ну, Ботим тоже мне нужно видеть Ботим. Значит так. Я такого приготовил из овощей. Я приготовил... Во-первых, так. Насчёт бульона. В бульон... В бульон я залил... Ой. Наконец-то. Вот так сильно шуметь. Вот. Сейчас она пройдёт. И когда я варил бульон, я добавил туда. Значит так. Бульон у меня варился из говяжьих костей. Я положил туда корень укропа. Большой такой корень укропа. Одну луковицу. Одну морковку. Вот. Это так, чтобы... А? Добрый вечер. А кто написал Добрый вечер? А почему я не вижу? А почему я не вижу? Кто написал Добрый вечер? Ты не знаешь, кто с этого написал? Пальчик. На букву Д. На букву Д. Ясно. Дмитрий. Дмитрий. Дмитрий написал. Дмитрий Булгаков. Не написано. Тоже не написано? Странно. Как так не написано? Тоже не написано. Так. Так. Лук у нас уже немножко доходит. Сейчас на его сторону немножко. И приготовим морковь. что что такое у нас сегодня у нас сегодня прям ничего не хочет работать как должно теперь нам нужна морковка морковку конечно лучше приготовить раньше из того что я тут бегал бегал с этой аппаратуры получилось что морковку я заранее не приготовил не хорошо и быстренько натрем ее на терке есть люди которые не чистят морковь а просто обтирают ножом просто стирает она хну бы лайк пыляй кстати вы видели мои на такого видели мои хачапури я вы же выпустил сегодня два ролика коротких один и в одном было хачапури во втором и фукаччо вчера мы делали фукаччо и делали и делали и делали хачапури тесто я сделал классическое тесто для фукаччо оно идет пресное без дрожжей а я сделал с дрожжами я скажу что получилось очень даже очень даже интересно очень даже интересно фукаччо большое преимущество фукаччо то что можно его на фукаччо можно добавить любую приправу любую приправу можно добавить на фукаччо и сделать ее с любимым любимым вкусом морковка мелко-мелко-мелко сделаем люди иногда просто смотрят и ничего не пишут уже нормально сколько человек есть вау всем здрасьте вы напишите пожалуйста кто пришел я буду знать нам поздоровались обязательно шапку не один дай шапку тонна высина нынешек светится будем непривычно видеть малышу поэтому стена больше походить на себя напоминает даже фарту тоже не отдел вот видите как выскочил быстренько и без фартука и без шапки так морковка у нас есть смотрим дальше смотрим дальше лучший лак и такой у нас прозрачный стал не заяцей видно видно по морковочку суда вот вот так сейчас мы немножко обжарим и добавим сюда томатную пасту на бодилей кэнзи там и бодилей и маша труа корыга ряд говорит что это ли мне говорит о том что есть задержка между тем что повидно на ю тубе и то что снимает камера я объясняю что из-за того что мы снимаем из-за того что мы снимаем через программу стримярд кстати сегодня мы опять использую программу стримярд когда я хочу использовать несколько камер мне удобнее использовать это через стримярд вот так же стримярду можно подключить любого желающего то есть если кто-то хочет присоединиться присоединиться в прямой эфир выйти сказать что-то написать что-то сказать что-то показать себя или просто видео сообщение то можно я могу дать ссылку тогда вы сможете присоединиться на то что уже несколько раз я пробовал и несколько раз не получалось да люль ты не трогай камеру потому что она будет шататься почему я не вижу цепь знаешь что сделаем так и сейчас я буду зажаривать наверно еще одну сковородочку я возьму и буду готовить там томатную томатную пасту томатную пасту нужно обжарить афганский казан у нас давление выровнялось можно его открывать а что у нас тут получилось значит так во первых во первых нам нужно немножко масла чуть-чуть чтобы она у нас не подгорала томатная паста видео очень важно именно обжаривать почему потому что как короче говоря вот она настолько густая что когда ее обжариваешь она выпускает именно вот эти вот свои свой букет вкус да все вкусы вот так это у нас обжарилось вот так накрываем и продолжаем томатной пастой томатная паста рекламировать не буду вы выбираете все равно у каждого твоя на это круг каждой стране как гу а 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 немножко убавит а а а а а И в эту пасту хорошо бы добавить один половник бульона. У нас бульон жидкий. Ой, какой у нас бульон аваристый. Вот так. Вот так. А? А? Скорее, ты мне начинаешь мешать. Если я на тебя отвлекаюсь, это нехорошо. Так. Вот такая у нас паста получается. Можно добавить еще немножко бульона. Вот так. Вот. Замечательно. О, теперь видно. Очень хорошо. Молодец. Молодец. Так. 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 И добавляем это все. Вот так. Вот. Сюда тоже добавим немножко бульону. Вот. Вот так. Так. Это босс пишет. А, Евгения. Евгения, добрый вечер. Спасибо, что вы к нам присоединились. Сейчас три секунды я вас прочитаю. Значит так. Добрый вечер. А мы только поели вареники. Теперь можно спокойно смотреть. О, вареники это хорошо. А с чем у вас были вареники? Мы тоже очень любим вареники. Жена моя вообще обожает. Просто обожает вареники. Заправка. Видите, какой у нас получился? Оранжевый такой цвет. Вот. Здесь мы оставляем его в стороне. Он у нас уже почти готовый. Здесь у нас много бардака. Сейчас мы его быстренько-быстренько уберем. Потому что мы как-то... Ой, у нас тут все это вот так простирается. Замечательно. Теперь нам нужна большая кастрюла. Я не хочу готовить прямо здесь. Я хочу бульон процедить. Потому что у нас в бульоне есть овощи, которые мы бросили. Корни бросили такие большие. Которые должны были развариться и дать нам хороший бульон. Но сам бульон мы оттуда сейчас перельем. Так, сейчас я буду думать, как нам это сделать. Чтобы у нас было красиво. Потому что сюда я налил так много овощей. Эй, воды. Чтобы у нас бульона будет очень много. Ну ничего. Так. Приготовим наши овощи, чтобы у нас было все готово заранее. А потом начнем все это переливать. Значит так. Я добавляю так вот стебли кирдерея. Феликс, приветствую Гера. Привет всех уважаемых зрителей этого отличного канала. Спасибо, Феликс. Спасибо, что к нам присоединились. Феликс, у нас очень-очень сильный дождь пошел. Погода стала холодная. И наконец-то можно готовить супы. А так как можно готовить супы, я решил вот так вот экспромтом приготовить суп. Без какой-то особой подготовки к этому. Решил, пока решил быстренько, быстренько сварил бульон. Бульон в афганском казане. Преимущество афганского казана, что это как скороварка, он быстренько все это нам сделал. Бульон у нас готовый. Сейчас мы бульон перельем. И будем еще доваривать его с отдельными овощами, которые мы хотим добавить именно в сам суп. Так. Стебли кирдерея. Добавлю еще один стебелек. Вот такой вот. Так. Феликс, пани Зосис. Здравствуйте, пани Зосис. Киева, из-под Киева. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились. Мы сейчас готовим суп. Вы видели, какая погода у нас на улице? Я тут такой маленький шортик послал. Погода у нас вообще суперская. Ольга, здравствуйте, Ольга, здравствуйте. Рад, что вы к нам присоединились. Так. Стебли кирдерея приготовили. Этого нам достаточно. Теперь нам нужно добавить. Папа. Так, так, так. Где у нас это? Вот она. Вот она. Так. Посмотрим, как мы будем его наливать. Ой. Кадарчик большой, тяжелый. Надо будет его сейчас переставить. И начнем тихо-тихо переливать. Тихо-тихо заливать бульон. Так. Конечно. Ах, горячо. Горячо. Так. Теперь будем наливать бульон. Так, чтобы он у нас вышел чистенький-чистенький. Вот так вот. Ну, такой бульон на варисе, на варисе, на варисе. Ну, конечно, бульон на костях. Вот. Тут целый корень петрушки. Корень петрушки я выбрал. Такой большой, хороший. Такой бульон можно на холодец заливать. Я думаю, там еще, если бы говорил еще несколько часов, то можно было бы его на холодец заливать. Ну, или как хаш. Потому что кости очень такие хорошие были. Вот. А заместо мяса у нас в этом бульоне будет готовиться копченая курочка. Да, вот я думал сделать солянку, приготовил разные такие эти. В конце решил, что солянку делать не буду. Пани Зося, ребята, в чате 12 ставьте лайки. Ставьте лайки. Спасибо, пани Зося. Спасибо. И напоминаете ребятам про лайки. Ставьте лайки, пишите сообщения, комментарии. Ставьте лайки, спрашивайте. Если кто-то, кстати, хочет присоединиться, выйти в прямой эфир, то тоже можно. Я это каждый раз говорю. Вот. В этих случаях, если кто-то хочет, кому-то это интересно, пожалуйста, мы будем очень рады вас послушать. И мне к кому-то тоже читать сообщения. Так, Герман, добрый вечер. Миша, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что с нами присоединились. Вот. Так, Наташа. Витаю вас. Это Федор пишет Наташе. А мне. Так. Слушайте, залил сюда 8 литров. Что-то вижу, как тут много-то мало. Ну, там много разных овощей, которые суп, конечно, лучше не оставлять. Потому что из-за того, что это готовилось в афганском казане и готовилось это при закрытой крышке, то пенка здесь, естественно, не снималась. Да, и такого. А когда пенку не снимаешь, то там есть еще и такого. Вот эти вот разные, как это называется. Ну, не то, что грязь, а такие вот вещи, которые, скажем так, отходят от мяса. Поэтому лучше этот бульон, конечно, процедить вот так вот. Чистенький бульон уже на чистом бульоне варить, доваривать. Так. Дэй бульон. Талис спрашивает, если это бульон бабушкин. Нет, это бульон не бабушкин, это бульон мой. Это бульон мой, потому что бабушка так не готовит. Так готовлю я. Так. Этого достаточно. Ирина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Так, сейчас я почитаю. Дочка у меня увидела большой текст, говорит, я такое читать не могу. Так. Ой, Герман, а я в девяносто первом году даже снег немного пошел. Таял сразу, конечно, но дождь лил, как из ледра. Даже кинерат переполнился. Этого сливали воду. О. Кинерат у нас, в принципе, переполнился уже. И сейчас, в принципе, он полный. Для нас это очень-очень хорошо. Кинерат – это наше озеро. Это наше озеро на севере страны, которое дает воду, питьевую воду, снабжает питьевой водой часть городов севера. Вот, другие города, другие города пользуются либо водой родниковой, некоторые пользуются, а некоторые очищенной водой, либо, как это называется, выпрямленная вода, да, вода с моря, которую выпаривают. На юге, допустим, используют именно воду, которую выпрямленная, потому что там нет ни родников, ничего такого, что может подать воду. Так, мясо. Смотрим на наше. Я готовлю сегодня супчик. У нас холодно, и я решил приготовить супчик. Вот, я на днях, два дня назад коптил куриную грудку, ну, курицу, коптил курицу, на опилках такой дома или такого, хорошо. Вот, я думал приготовить, использовать эту курицу, как копченое мясо в солянке. Но солянку в конце я не готовлю, поэтому буду готовить сегодня суп. Просто суп. Такой, вот, назовем его суп. Мой, авторский суп. Так, бульон у нас на костей, да, и такого, говяжьих костях у нас бульон. Сейчас будем добавлять туда куриную грудку, потому что дети у меня небольшие, небольшие любители говяжьего мяса. Ну, вот, сын еще, конечно, со мной есть, а сольные не очень любят. Поэтому куриная грудка идет за ура. Вот. Поэтому я добавлю туда куриную грудку немножко, немножко свежую, которая будет отваренной, а немножко копченой. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну, а что? В фарше же смешивают мясо. Ну, у нас тут будет не фарш, но смешанное. Так, вот так, вот такими кусочками. Она у нас обжарится, добавится туда. Вот. И плюс вот такое вот копченое. Так, это я включаю. Пускай она у нас нагревается и готовится, готовят овощи. Так. Овощи режут тоже мелко. Почему? Потому что у нас, в принципе, бульон уже готовый. Чтобы они у нас недолго варились. И, с другой стороны, оставались еще... То есть у меня есть, да, такого нарезанное мелко. Но нарезанное мелко, оно не даст... Ну, не будет вот этого вот вкуса. Именно с самого... Самих овощей. Так, сердерей у меня. Морковка, сердерей. Лук добавлять я больше не буду, потому что у нас оно есть в зажарке. Вот. Копченая курочка. Вот. Да. Молодец. Так. Так. Очень хорошо. Так. Вот так вот, чтобы нас не брызгало. На улице я даже не знаю. Я даже не знаю. Вчера было 13, я думаю, что сегодня так же. Потому что сказать, что холоднее сегодня, не холоднее. Единственное, что... Единственное, что... Ну, для нас 13 градусов потухолоз. Дождь, конечно, сбил немножко такую температуру. Ну, не то, что сбил, а именно ветра сейчас нету, так более-менее лучше. Так. Вот. Вот там текст. Ирина. Страна маленькая, но температура везде разная. Да, да, да. Это я с вами согласен. Я вам скажу более того. Такое... Я даже не говорю о том, что, допустим, север, юг, она... Такого очень сильно меняется температура. В этом городе, в городе, в Ариэле зимой выпадает снег. Почти каждую зиму там снег. И... А всего 20 минут ездят меня. А у нас снега у нас нету. Несмотря на то, что у меня прямо возле дома горы, немножко, в принципе, такой прохладный клип, относительно. Да? Все относительно. Да? Все относительно. Вот. И на этом сказывается, естественно. Так. Окей. Бульончик у нас начинает вариться. Он не должен кипеть. Он должен сейчас просто так вот медленно, медленно, на медленном огне доходить. Феликс, Герман, ты собрался сварить солянку сборную, когда ты будешь делать, сделай, пожалуйста, стрим. И, Зорик, я очень надеюсь, что у меня получится сделать солянку, потому что я хочу, но как-то немного любителей дома находится. А я сегодня делаю не солянку, а делаю что-то подобие такое. Потому что, как говорится, знаете, сам хотел солянку, а солянку не сделал. Поэтому у меня будет сегодня и овощное, и мясное, и овощное, и что еще? Вот капусту, бурак, да, короче, это будет суп, борщ, все вместе. Не хочу называть его борщем, чтобы у меня любители борща не заклевали за то, что назвал борщем, а ставил туда ингредиенты, которые обычно в классическом борще в принципе не употребляют. Поэтому без вот этого не называют. Это мой аппаратский суп. Так что вот так вот. Так. Вот. Нет, не надо, не надо. Меня видно? А, да, я сделал камеру, которая немножко, немножко так его отодвигается. Да, очень хорошо. Так. Так. Хорошо. Так. Да. Видно хорошо. Я когда настраивал такой вот телефон, я смотрел, как видно в видео. А потом, когда включил через... Так я отдалил камеру, чтобы, ну, чтобы, ну, чтобы, так вот, есть, знаете, такое, такое, типа, зум 0,5. Он чуть-чуть подальше делает этот зум. Так. Так. Все, чем мы закончили, это будет у нас еще капуста, и будет у нас еще бурак. Бурьяк. Бурьяк. Бурьяк, бурак, свекла. Вот. А как у вас называется, кстати, бурак или свекла? Фелик, золотые слова. Ой, а что Феликс сказал, что я пропустил? Али, чего-то ты там пропускаешь. Феликс, особенно с пампушками. А, да, пампушки, да. Я полянку попробовал первый раз в Киеве. Первый раз попробовал полянку, и именно с пампушками. У нас пампушки тоже делают, только называют их именно пампушки. У нас называется это хала. Я даже покажу сейчас одну из ее разновидностей. Вот. Вот это хала. Хала, хала, хала это булка, которая делается булка на шаббат. Вот. Это хала идет плетеная косичкой, а есть хала, которая идет как пампушки. Такими кружочками. И ее делают такие вот шарики, и укладывают все вместе на один слот, и тогда получается как бы один такой каравай. Болка. Да? Очень хорошо. Очень хорошо. Всем привет. Все, кто присоединился только сейчас. И я вам не сказал здрасте. Здрасте вам. Вот. Спасибо, что вы к нам присоединились. У нас сегодня особенный суп. Особенный. Почему? Потому что я его на ходу. Вот. Ингредиенты у нас самые разные. Бульон у нас говяжий, который мы сварили в афганском казане на говяжьих костях. Таких хороших, скажем так. Вот. Вот. И сейчас, вместо места, мы будем добавлять куриную грудку. Вот. А что у нас получится? Я думаю, что получится что-то интересное. Вот. Бульон мы перелили, бульон из казана мы перелили в кастрюлю. Через ситочка такая, чтобы оно чистое перешло сюда. Вот. Добавили сюда овощей. Мы добавили сюда морковь. Мы добавили сюда стебли серзерей, мелко порезанные. Они также были в казане, когда варился сам бульон. Вот. Добавили сюда копченую грудку. И сейчас добавим еще и обжаренную грудку. Тоже добавим сюда. Леночка! Добрый вечер! Добрый вечер, Мексика! Вот. В Мексике нам и такова Леночка. Леночка, вы помните, у нас первый-первый наш славный стрим. Совместный стрим. Стрим был тоже через StreamYard. Мы тогда только первый раз испробовали эту программу. Первый раз или второй раз это было, что мы испробовали ее. Но сам стрим у нас был... ...справление Нового года в разных странах. В странах Советского Союза бывшего. Вы говорили, что у вас происходит, что у нас происходит. Леночка сегодня в Мексике, да? Вот, на океане. А, такие кадры у нее с океана. Так, Наташа Герман в Украине буряк. Вот, в Украине буряк. А еще ее стекло и называют. Я не знаю, это на разных языках или как, потому что я знаю и бурак, и стекло. И, в принципе, это одно и то же. Я говорю постоянно, говорю, если один и тот же овощ, фрукт, предмет имеет несколько названий, то, наверное, кому-то это надо было, да? Это же не просто так оно. С другой стороны, а зачем это? Допустим, баклажаны. Вот, допустим, возьмем баклажаны. В Азербайджане баклажаны называют, то есть на азербайджанском языке баклажан это бадымджан. На азербайджанском языке. На русском языке это баклажан. Также его называют синенький. А в Баку его еще и называют демьянка. И вот я всю жизнь называл ее демьянкой. Называл демьянкой. На банке с баклажановой икрой видел написано баклажаны. И вот только когда приехал в Израиль, понял, что демьянка, это, кажется, не на русском языке. А я искал на каком языке, оказывается, это язык бакинский, потому что никто, кроме бакинцев, это слово не знает. Так, что я пропустил? Мне сиренаду спел парень. А, ну так. Светлана, добрый вечер. Ирина, добрый вечер. Еще раз спекла по-русски. Ага. А Бурак? На произношение буряка. Может быть и так. Может быть это буряк, а я его неправильно называл Бурак. Не знаю. Тоже вопрос, да? Так, с этим, нет, с этим мы еще не закончили. У нас еще, у нас еще капуста и смекла, которые нужно порезать. Так. Галина, здравствуйте, Герман и все друзья в чате. Вообще-то в Украине борщ с пампушками, ну а теперь, наверное, и солянка. Но все блюда вкуснячие. Я в Украине, когда приезжал на Украину, то я всегда брал и борщ, и солянку. Ну, то есть там, чередовалось, да? Я тогда приезжал на 10 дней, на 2 недели. Ну, когда как. По делам, и у меня это так вот. И вот я пытался, я люблю именно пытаться таких, знаете, не таково. Не там какой-то ресторан, там. Это блюдо, которое на тарелочке вот столько-то. Такое я тоже был. Мне его расписали, что там обязательно нужно прийти. Мне расписали, я пришел. Очень красиво все. Очень красиво. Так вот красивые истории подают, конечно, таково. Каждое блюдо. Все в таком национальном стиле. Все. Но сами блюда очень маленькие. Вот. А вот что иногда не просто, как говорится, запах почувствуется. А именно прийти и насладиться вкусом. И тогда... Я люблю именно такие вот... Это называется... Знаете, в Израиле это называется... Как... Это называется... Не столовая-столовая. Оно типа ресторан для рабочих. Вот. Такое. Типа столовая. Вот. И в этом плюс. Потому что еда там... Говорится не для того, чтобы там повипендриваться. А для того, чтобы накормить человека. Чтобы еда была домашняя, вкусная. Вот. Поэтому... Так. А немного ли я воды здесь привил? Для капусты. Посмотрим. Посмотрим. Давайте нашим кунем капусту тоже. Немного. Чуть-чуть. Дети у меня очень любят капусту. Жена тоже очень любит капусту. Мне с капустой готовы... Мы даже... Мы даже манты делаем с капустой. А вот вы ели манты с капустой? Манты с капустой очень вкусно. Во-первых... Во-первых, это необычно. Во-вторых, очень вкусно. А? Леночка. Ну, в коннорце ты кушал не борщ, а мексиканца. Не, ну да. Там я на читанца кушал, конечно. Там же. Кстати, я вот недавно на днях вспоминал про зеленого мексиканца. Вот. Именно вот... Мне на днях я сделал стрим. На днях сделал. Чуть-чуть я последнее время. Но я сейчас дома сижу. Дома сижу много. И это таково. И делаю стримы, потому что мне скучно. Так я пользуюсь вашей помощью. И немножко делаю стрим, чтобы немножко как-то скрасить свое вот это вот... Пробывание дома. Потому что я сейчас на больничном. И сидеть... Сидеть на больничном ничего не делая. Это можно с ума сойти. Поэтому я стараюсь чем-то себя занять. Посреди дня я работаю. Это... Ну, на... Ничего не устрою. Смотрите, какое сердечко. Ой. Вот. Поэтому, чтобы скрасить немножко свое пребывание на больничном, я... Посреди дня я работаю. Посреди дня я работаю. Вот. На компьютере так это не мешает. Вот. А уже вечерком, когда вы тоже приходите с работы, у вас есть немножко время, то я начинаю что-то здесь... Немножко кулинарить, немножко с вами общаться. Иногда просто гулять по... Иногда просто гуляю по... В парках гуляли, вот я показывал вам. Мигдаль Цедык, Мигдаль Правосудия. Так. Наташа написала. Герман в Украине, в каждом регионе разговаривает по-своему, но суть-то не меняется. Всем все понятно. Ну да. Да, да. Понимаю. Понимаю. Так. Мы добавили очень много овощей. Мы добавили мясо, но мы не добавили соль. А это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Нам нужно, во-первых, попробовать, потому что сам бульон я тоже солил. Поэтому мы попробуем. На соль. Ой, какая копченая курочка вообще. Вообще. Дала сразу свой вкус. Обалденно. Мне нравится. Опять же, да, я таково... Я говорил только о том, что... Я сейчас это пробую. Да, из того, что увидел, как сделали солянку, сборную солянку. Я видел и такой рецепт волохи. Волохи... Ну, волохи очень красиво готовят. Он готовит, показывает. Очень именно красиво. А, не, не у волохи. Вру. Или у волохи? Да, у волохи. У волохи... Есть несколько таких каналов, которые очень красиво, очень приятно смотреть на то, как они это все рассказывают, как это показывают. Конечно, мне есть еще куда стремиться и куда расти. Но мы тоже там будем. Мы тоже там будем. Там каналы-миллионники. Мне до этого далеко. Но ничего. У меня уже миллион просмотров есть. Первый миллион есть. Так, Леночка, а я на днях купила два индюка огромных. Думала, будет мясо впрок. И, блин... Это кладомой стрель. У меня бульон, сам бульон у меня на говяжьих костях, сам бульон варился. А потом я его перелил, процедил, перелил его и забросил сюда копченую курицу. Копченую грудку. А так как курица маленькая, так я взял еще и простую говяжьих костях, говяжьих костях, немножко обжарил ее и тоже добавил сюда. Вот. Думаю, что будет очень вкусно. Так. Сейчас мне нужно... Ты куда? Да, у полной еды. Добрый вечер. Спасибо, что вы к нам присоединились. Здравствуйте. Так. Мы готовим сегодня суп. У нас на улице наконец-то холодно. И я решил приготовить суп. Вы спросите, для чего я одел перчатки. А я вам скажу. Ну, кто догадается? Для чего я перчатки одел? Даю вам 30 секунд, как в КВН для разрушения. Время пошло. 28. Доброго вечера, Кисяня. Леночка, а вы долго в Мексику? Надолго в Мексику. Здравствуйте. Витаю вас. У нас полиглот, Феликс полиглот на всех языках. Сейчас еще Феликс придет на испанский. Так, его в Мексике идет, да? И вообще у нас будет и такого. И это мной на иврите. Так. Плохо показывает, да? Да? Плохо. Я вот смотрю на эту картинку, мне не нравится. А как у вас показывает? Может, мне нужна резолюция там убрать где-то? И не знаю, пока оплачено жилье до 11 января. А дальше не знаю. Может, сушатся, сынок. Нет. Да, кстати, у Леночки Сын живет в Америке. Я был уверен, если честно, что я ее найду в Америке. Ну, найду. Она пропала на некоторое время. Мы тут потерялись из виду. Вот. Я уверен был, что она именно в... Так. Добавим. Пишем сильно. Вот видите, я сказал, надо соль добавить, а соль не добавить. Теперь, сколько мы соли добавляем? Соль мы добавим одну большую ложку. Потому что я ее попробовал. Из-за того, что у нас сама грудка копченая, она такая сладковатая. Само мясо грудка сладковатая. И плюс у нас овощи здесь, которые сладкие, и морковь, и капуста, они в принципе сладковатые. Поэтому добавим одну ложку соли, размешаем все это, и будем проверять еще. О, как хорошо. Было целых 22 человека. У меня... Когда я делал стрим? Позавчера, по-моему, сделал стрим? Нет, вчера. Вчера. Это для меня рекорд. Это для меня рекорд. Сегодня было 22. Посмотрим. Я помню, когда я только-только начинал канал, я познакомился с одним блогером. Он выходить из Украины, он живет сегодня в Польше. Тогда, по крайней мере, он жил в Польше, когда мы с ними общались. Тоже пропал из беды немножко. Я помню, он своего канала сделал такие набеги на чужие каналы. Например, он смотрит, какой-то стрим идет, и на стриме нету зрителей. Ну, как бы, там, 2-3 человека на стриме. А у него тогда сидел на стриме тоже человек 30-40 сидели. И он говорит, давай, ребята, побежим все вместе на одну минуту, на 2 минуты, на 3 минуты. Бежим к другому человеку на стрим, и такое нашествие. Человек не понимает, откуда он скидывает ссылку, и играли такие, набеги назывались такие. Сначала было прикольно, смешно, а потом я понял, что это возможно, возможно, никто не знает только алгоритмы Ютуба. Но мне показалось, что возможен вариант, что это портит статистику. Для меня с того, чтобы помогать стримеру, что это портит статистику, потому что люди как бы забегают, и стрим, который длится где-то час, или там, не знаю, что-то стрим длится, люди пробыли всего 1 минуту и ушли, это нехорошо. Поэтому я перестал такие набеги делать, потому что думаю, что это возможно, что это не очень хорошо. Возможно. Так, давайте проверяем дальше. О, можно даже еще чуть-чуть добавить. Но я пока добавлять не буду, потому что у нас еще лук обжарный, который тоже нужно добавить. И нам еще нужно бурак добавить. А куда я его буду добавлять, потому что у нас уже полная каструля. Так, Леночка, сын мигрирует, но если поедем, то в Аризону. Окей, Леночка, понятно, понятно, что Леночка общается с Феликсом. Леночка, Феликс, он из Бостона. Живет в Бостоне, насколько я помню, больше 30 лет. Ай, ты возвращаешься сегодня, нет? Так, так. Так, это мы ждем. И я сейчас, ну, вы не ответили, для чего перчатки? Для чего перчатки? Кто написал? По флороде тоже хорошо, особенно летом, летом. Летом везде хорошо, везде тепло. Нет, Герман, так долго, только 27 лет. А, только 27 лет. Вот видите, вы 27, я 28. Мы почти в одинаковое время уехали в странах, в которых жизнь, да, это, как скажем, эмигрировали. Вы эмигрировали, я репатриировался, в принципе, суть та же самая, просто я, типа, эмиграция – это чужую страну, а репатриация – это страну своих предков, конечно. Вот. Так, так, так. Ну, кто ответит? Почему у меня перчатки? Никто не говорит. Никто не говорит. Но, когда я сам скажу, перчатки у меня, потому что перчатки у меня, нет, не Коскут, перчатки у меня, это Влад Европа, он живет, да, 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 Влад, он живет в Варшаве. Я не знаю, если это в Варшаве, я знаю, что он в Польше, это факт, но Варшава или нет, я не знаю, потому что он ставил очень часто, ну, он делал потом такие стримы, музыкальные, и он показывал горы на площадке у него дома. У него там, по-моему, это не Варшава, там очень холодно, там, по-моему, где-то в горах. Вот. Вот. Так. Короче, есть, дощечка есть, желательно, чтобы дощечка была пластмассовая, и еще нужно бумагу. Для чего бумага? Потому что, во-первых, во-первых, дощечка пластмассовая на камне скользит, а положишь бумагу, и уже вроде не скользит. Вот. Это во-первых. Во-вторых, бумага нам нужна, чтобы она впитывала тот сок, который будет у нас здесь вытекать. Так. Так. Бумага нам нужна, чтобы впитывала сок, который будет вытекать. Вы не ответили. Я буду отвечать сам. Я буду резать бурак. Буряк. Свеклу. А она у меня уже отварная. То есть я покупаю ее, когда она уже отварная, вот, и тогда не нужно ее варить отдельно или что-то. Я ее уже покупаю готовы. Вот сейчас нужно фартук. Сейчас нужно фартук. А то... А то действительно запачкается. Вот так вот. Дочка мне говорит до этого ты. Фартук забыл одеть. Шапку забыл. Фартук забыл. Так. Так. Ой, Талю, у меня фартук развязался. Ты можешь мне помочь? Так. Так. Нет? Не сказал, что он развязался. Я просто хотел, чтобы тебе в кадр попало. Вот так вот. Мы покупаем бураки уже вареные. Во-первых, быстро, удобно, хорошо. Знаешь заранее, что это будет хороший красный бурак, а не... Бурак можно, конечно, через терку. Наверное, так и сделаем через терку. Что я, что я мучаюсь? Что я мучаюсь? Через терку. Так. Тогда нам нужна миска. Да. Что я тут? Мучаюсь, мучаюсь. Делаю неправильные движения. Так. У нас есть терочка специально для бурака. И вот через нее мы будем все это вот так вот проводить. Я один раз уже готовил, тоже в прямом эфире, я готовил борщ. Готовил борщ в адгатском казане. Такой интересный получился борщ. Единственное, что я потом, когда уже сделал, когда пробу уже снимал, я сказал, что в принципе ошибкой была добавить бурак раньше времени. Что бурак именно лучше... Тогда я использовал бурак свежий. Я использовал свежий бурак, я его добавлял, но, скажем так, лучше использовать вареный и добавлять его в конце. И тогда и цвет остается хороший, насыщенный, красный, бордовый такой, а не... Потому что весь бурак, он исчез. Он просто растаял весь бурак там. Я тоже отвариваю свеклу заранее, шинкую и ложу в мороз. Ага, я вразил камеру, потом беру и когда... Вот-вот-вот, самое это такое. Я думаю, что самый лучший вариант. Вообще меня заумило покупать вот такую вот свеклу уже готовую. Мама моя. Мама у меня живет в Германии. И когда она приезжала к нам, и она хотела приготовить шубу, она говорит, мне нужен бурак. Она говорит, ну, идем, купим бурак. Говорит, нет, мне нужен вареный бурак. Я говорю, что значит вареный? Говорит, покупаешь его и варишь. Она говорит, нет, есть уже вареный. А я раньше даже не обращал на это внимания. Знаете, есть такое, не то что выражение, а есть такое, как бы, не правило, а существо человека, нашего мозга. Когда ты что-то не знаешь, не знаешь, что это, то ты этого не видишь. То есть если ты не понимаешь, что перед твоими глазами, если ты не понимаешь, что это, то ты этого можешь просто не видеть. Почему? Потому что ты не знаешь, не можешь дать определение тому, что ты видишь. И из-за того, что ты не можешь дать определение, ты его как бы не видишь. И когда об этом говорят, рассказывают про который, когда Магеллан спустился на землю и тузенцы его увидели там, их первый вопрос был, я не знаю, на каком языке они общались, но рассказывают, что их вопрос к нему был, откуда ты? А он показывает им на корабле, говорит, я, говорит, приехал на корабле, приплыл на корабле. Они ему говорят, окей, откуда ты? И он им пять раз, семь раз, десять раз объясняет одно и то же, говорит, я, говорит, с моря пришел. Он говорит, окей, а как ты пришел с моря? И он им показывает на корабле, говорит, на корабле. А они из-за того, что не знали самого сущности этого корабля, то есть они видят что-то, но для них это могла быть гора, могла быть что-то другое, что они дознают. Они не могли сопоставить то, что они видят, с тем, что он им говорит, что на этом он прикроет. Поэтому, когда мы не знаем, что это, мы это не видим. А почему я это начал говорить, я уже не помню. Видите как? Вот так вот. Что я начал с этого говорить? Так, не помню. Окей. Ну, что у нас тут с супчиком нашим? Это мне еще оставим. Это мы будем проверять. Берем мерки. Так, капуста у нас готова. Морковка у нас... Ой, нормально, говорили. Морковка. Так. Ой, хорошо. Ой, закладываем нашу зажарку. Главное, чтобы осталось места для всего. Тут что-то как-то у меня все очень много. Вот так вот. Вот так. А? Вам цвет нравится? Не нравится? Это еще бурак не добавил. А уже нравится. Разбешивай. Конечно, как суп я выбрал маленькую. Маленькую. Так. I am Ukraine. Здравствуйте. Вся Украина в одном человеке. Здравствуйте вам. А как вас зовут? Я не знаю, как вас зовут. Я не помню. Я когда вижу каналы, которые... Ну, каналы, которых нет упоминания имени, я немножко... Чувствую себя как-то неловко, потому что не знаю, как обращаться... Как обращаться к человеку. Вот смотрите. Не сразу, что мы использовали томатную пасту... ...провисит от... ...от самой томатной пасты. Потому что сказать, что тут так много моркови, я бы не сказал. Но она у нас получилась разная. Ну, в общем, вот тоже хорошо. у меня заправки приучилось много, а воды здесь мало, места точнее, места мало в кастрюле, надо будет наверное немножко жидкость убирать или бурака меньше. Все в конце будет подаваться тарелочки, посыпаться зеленью с чесночком, кстати чесночок совсем забыл про чеснок, это не есть хорошо, когда чеснок забываем про чеснок, это не есть хорошо. Так, вот что я хочу сказать, вот стримы на которых готовят вживую, да, это не это такое, это не передача, в которой где-то что-то срезается, убирается, лишние моменты срезаются, здесь нету права на второй кадр. Когда снимаешь ролики, то намного все проще, где-то можно озвучку добавить, где-то можно там кадр переснять, а вживую не делаешь, чувствуешь себя как на концерте, такого на концерте живой музыки, да, поют вживую, а не фонограмма, которая, причем в принципе под фонограммой поют не только те, кто не умеет петь, а под фонограммой поют очень многие по одной простой причине. Во-первых, есть залы, в которых акустика не очень хорошая и звук, выдаваемый через микрофон, он не такой хороший звук, который выдается в студийной записи. Помимо этого, есть много разных проблем с подачей звука, еще что-то. А тут у тебя, ты знаешь заранее, что у тебя идет звук, и он наверняка будет хороший и чистый. Но здесь у нас идет прямой эфир. Так. Спасибо, что пришел. Да, это мой бот «Здоровается». У меня бот-помощник, который помогает, чтобы я вдруг не забыл поздороваться, он обязательно здоровается. Кстати, он дает также, помимо того, что он здоровается, он еще и дает ссылки на ваши каналы. Если у вас есть канал, и вы хотите им поделиться, нашей аудиторией, то можно написать такие слова, как шашлык, мясо, пиво, и он выдаст ссылочку на ваш канал. Возможно, кому-то это будет интересно. Когда это пишите, вы напишите еще тоже, может быть, о чем канал. Я думаю, что это привлечет больше людей, когда будут знать, о чем идет канал. Если у вас канал, и он называется не в тему канала, скажем так. Допустим, у меня канал называется «Абербург Герман. Готовим с любовью». То есть, даже если человек не понимает, о чем идет речь, он поймет, что готовим, будем готовить. А будем готовить с любовью, значит, будет вкусно, будет весело, будет хорошо. Так, чесночок добавили, порезали. Вообще, я люблю суп и крема. Обожаю суп и крема. Вот, но суп, кремовый суп, он тоже на любителя. То есть, это тоже на любителя. Смотрите, какое красота. Так, ну что, еще пару минут и будем добавлять бурачок. Только вот я еще не знаю, как я буду его добавлять. Давайте, наверное, мы будем немножко жидкость отсюда уберем. Потому что я чувствую, что не поместится у нас тут бурак. А добавить всегда потом можно будет, потому что это, в принципе, уже готовое. Добавлю бурак. О, горячо. Так. Теперь добавляем бурачок. А? Так. О, вечера после завязки свежего пива попила, решила, что на Крисмас можно. Правда, я сделала коктейль. Юлька, привет! Привет! Коктейль – это хорошо. Кстати, в пиво тоже есть много разных коктейлях. У меня на канале есть рецепты коктейля. Называется «Егербомба». Это пиво с «Егермайстером». Прикольный коктейль, обалденный. Вот. Вкусный все. Юлька, привет! Рад тебя видеть. Рад тебя видеть. Так. Здравствуйте. Тома! Добрый вечер, Тома! Добрый вечер! Спасибо, что вы к нам присоединились. А мы сегодня делаем суп. Вот. Суп мы делаем интересный авторский, рецепт авторский. Вот. То есть тут и капуста, и морковь. Короче, тут ингредиенты на борщ. Ингредиенты на борщ тут есть, присутствуют. Вот. Но тут также есть за место мяса тут копченая курочка. Вот. Так что, так как у меня копченой курочки было немного, так я еще и обжарил куриную грудку. Вот. И тоже добавил ее сюда. Вот так вот. Вот так вот. Теперь немножко это все умоем и добавим сюда. так. 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 Это. Мойку. Это. Размешиваем. Так. Так. Даем ему еще 2-3 минуты. Пробуй на соль. Обязательно. Потому что мы добавили сюда еще сладких всяких и овощей. Стеклана тоже сладкая. Так. Читаем. Что я пропустил. Герман. Такой стрим это хорошо. Но я бы посоветовал тебе подключить вторую камеру, которая будет показывать круг. Феликс, я вам скажу. Я делал вот такое. У меня были стримы. У меня же были стримы с двух камер. И, к сожалению, то есть было желание, чтобы были две камеры и чтобы это все это круто. Для того, чтобы камеры крутить, да, чтобы там то одна камера, то вторая камера, то третья камера показывала, это нужно, чтобы либо кто-то сидел и это направлял, какую камеру показывать. Вот. А если у меня нету некому следить за этим, то я включал две камеры одновременно. И получалось, что обе камеры занимаются, то есть каждая камера занимает даже не половину, а четверть окна. Потому что помимо двух окон, которые показывает камера, есть еще, вот как здесь, допустим, на экране видите, я одну камеру убрал, а вторая камера, это камера на компьютере. Оттуда идет только звук. Я камеру выключил, а звук подключил. вот. И, а вторая занимает почти такого, там сколько тут получается, три четверти экрана занимает. А если поставить две рядом, то получается, картинка получается маленькая. и мои зрители сказали, что это было неэффективно. Короче говоря, забраковали. Вот. Это, конечно, хорошо, когда картинка показывает какой-то отдельный момент там или такой, но когда это идет на постоянной основе, получается кадр очень маленький и мне сказали, что это не очень хорошо. Хорошо. Вот так. Где-то примерно так. Так. Ну что я вам скажу? Ждем, чтобы она чуть-чуть забурлыкала, и начнем снимать пробу. Так. Это нам не нужно, это нам не нужно. Гелень нам нужна. Это нам не нужно. Гелень у нас укропчик, петрушка, кинза. Кинзу не будем класть, потому что у нас есть сердерей там. Он тоже сильный вкус дает. Камеру поставил далеко, на 0.5 в зуме и получил, что вот все вам видно. Вот все вам видно. Не очень хорошо. Так. Алла, привет. Алла, привет. Алла, привет. Аллочка, добрый вечер. Значит, если Алла, привет, то, наверное, Алла, наверное, Алла Ковалчин. Здравствуйте, Алла Ковалчин. Большое спасибо, что вы к нам присоединились. Очень приятно. Тут профессионал, кулинар-профессионал посещает мой канал. Значит так. Сильно не критиковать. Можно критиковать, но не сильно, не сильно. У меня сегодня авторский суд. Авторский – это я его придумал. Говорит, знаете, есть такое выражение. Я его слепила из того, что было. Вот. Это примерно такой же вариант. Вот. Это не бой. Чтобы не отбежать чувства людей, которые готовят борщи. Это потому что немножко по-другому оно сделано. Вот. Бульон сам варился в афганском казане около часу на костях, на говяжьих костях. Так, читаю, что это у нас не туда. Наш мальчик не лопнет. Ваш мальчик не лопнет. Тренированный. А, а кто сказал? Ой, девочки, привет. Так вот, где все сидите. Вчера я делал стрим, и как только увидел сообщение, что ваш стрим начинается, я сразу со всеми попрощался и вышел. Он говорит, а что так резко? Я говорю, резко. Говорю, лучше я выйду, когда у меня с 29 спустилась на 22, чем я закрою стрим, у меня будет 0 человек, потому что все уйдут калия. Поэтому я резко выключился. Упрощался, выключился. А сейчас, видите, пока еще здесь. Так, мы с Германом уже два раза стрим совместный проводили. Да, мы с Аллы проводили два раза такой стрим совместный. Алла мне такое делала, как это называется? Алла мне, ой, как это называется? Интервью. Короче, брала у меня такое интервью. Интересно было. Классно, кстати. Классно. Очень удобная сама платформа. Сегодня YouTube. Феликс, я не знаю, если вы видели или не видели, я сделал ролик. А, вы видели ролик, который я сделал? Я сделал ролик, показывал насчет этой платформы, которая не платформа, а, как это сказать, возможность на YouTube сделать именно совместный стрим, интервью. Вот то, что мы делаем через стрим, я, вот, сейчас вы можете по ссылке, если кто-то хочет вам выдать ссылку, у меня стрим по графику. У вас, ну, я знаю, у вас все по графику. Это не то, что я. Это мне скучно, я решил выйти в стрим. Кто придет? Я буду рад. Кто не придет? Я сам виноват. Вот. Так. Готовим зелень. Зелень у нас чистая. Мытая. Поэтому можно ее не промывать. Вообще, зелень подвергается такому нескольким проверкам, потому что сама зелень, она кошерная. Но для того, чтобы она была еще и кошерна для употребления к пищам, вот, ее много раз промывают. Пробывают в особых растворах, не растворах, а для того, чтобы всех жучков оттуда убить, удалить, чтобы ничего не было. Потому что если вдруг зелень не находят жучков, то зелень уже непригодна еде. Вот. Она уже считается не кошерной. Поэтому за этим очень строго следят. вот так вот мелко-мелко-мелко-мелко. Так. Это у нас петрушка. Чуть-чуть. И хочу сюда же добавить немножко укропу. Так. Так. Читаю ваш. Спасибо, Томочка. Наташа. Украина. Дякую вам. Высокого. Наикращего. А. Всего наикращего. Зимний суп. Да. Правильно. Зимний суп. Зимний суп. Овощей много. Самых разных. Вот. Много морковки, буряка, капусты. Вот. И есть не стебель, а корень петрушки. Такой большой хороший корень петрушки. Так. И что там еще? А. Сердерея есть. Сердерея. Вот такие вот стебельки. В ресторанах не выбрасывают. Их мелко такого рубят. Варят из них специальные вот эти вот, знаете, соленые такие соусы, соленые приправы. С этих педжаков сделано. Вот. Песто. Вот. Я посмотрел пару роликов профессиональных соворов. И они там рассказывают, из чего они делают это, из чего они делают это. Все, друзья. Эта начинает уже булыкать. Значит, она уже готова. Будем снимать пробу. Так. Ну как? Вы готовы? Вы готовы? Тарючик? Так. А, какое мясо? Мясо. Мясо есть. Там не мясо, там курица. Там курица. То есть сам бульон он говяжий. На говяжьих костях был сварен бульон. А заместо мяса у меня есть копченая курица. Я копчил курицу и бросил туда копченую грудку. И у меня из того, что копченой грудки было мало, я взял еще куриную грудку, обжаривал ее немножко, порезал тоже просто сюда. Так что мясо у нас тут. Так. Ну, кто на борщ идет? Талюля, иди сюда, помоги мне, пожалуйста. Давай, снимай телефон отсюда. Иди сюда. Будешь нам показывать и сблизи. Вытащи с этого, со шнура. Со шнура вытащи, ты камеру закрываешь. Пальца лучше с другой стороны держи, хорошо. Так. Вот это супчик. Ты видишь его? Камеру смотри. Сюда. Только сюда смотри. Составать тебе не волнует. Так. Вот это наш супчик. Добавляем в этот супчик немножко гелени. Вот так вот. Немножко петлюшки немножко. Ну что, добавить сметану, да? Сметану? Сметанку хотите? Конечно, сейчас скажу, что это такой заподобие борща, да еще и без сметаны. Вот. Конечно, добавляя сметану, я сразу делаю это блюдо не кошерным. Я сразу делаю это блюдо не кошерным, но что же делать? Ты смотри только сюда. Хорошо? А? Да. Можно. Можно. Чесночок там уже есть, поэтому я чеснока еще не добавляю, чтобы хватит. Вот. Ну, можно восхищаться, можно критиковать. Сейчас можно говорить. Так, Герман, я сейчас умру, не надо умирать. Не надо умирать. Подожди, а ты уже все смела, типа? Да? Да. Вот. Так, вот она красота. Закрытие не учено и побачь еще кощей. Ну, знаете, есть такое правило, есть такое правило в иудаизме, что если ты не знаешь, то это кошерно. Если ты не знаешь. Вот. Поэтому, в принципе, когда выезжают куда-то за границу, ой, по-моему, как-то криво, когда выезжают за границу, то обычно не покупают блюдо, которое идет с фаршем. То есть, если есть котлеты, котлеты обычно не берут. Потому что, даже если это, даже если это котлеты, рыбные котлеты, то их не берут. Потому что ты не знаешь, какая рыба была, что было, мясо, какое было, не было. Берут всегда такое, что можно определить по виду, что это. Вот. Поэтому, допустим, гуляш в Европе религиозные евреи не кушают. Или евреи, которые соблюдают кашут, они гуляш не кушают. Потому что гуляш обычно готовится именно на свинине. Вот. Был в Венгрии очень, а я не ем в свинине. Даже не столько из религиозных. Оксара, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы там присоединились. Мы готовили зимний суп по авторскому рецепту. У нас заместо мяса, у нас бульон говяжий. На говяжьих костях сваренный бульон. У нас заместо мяса копченая курица и курица обжаренная на огне на сковородке отдельно. Мы добавляли его внутрь. Из овощей у нас тут лук, морковь, бурак, капуста. Да. Почти больше. Почти. Почти. Вот. Так. Так. Все. Супер. Я тоже так думаю. Спасибо, что зашли. Располагайтесь по угну. Вот видите, Оксана. Босс у меня тоже с вами поздоровался. Ну, что я вам скажу, друзья. Я приготовил. Говорится, я его слепила из того, что было. Вот. Я еще не попробовал. Хотел сначала сделать картинку. Ну, ладно. Попробую. Можно еще чесночка, еще соли, но это уже для меня. Вот. И обязательно черный перец. Потому что я люблю, чтобы было остренько. Поэтому я перчик добавляю такого. Я еще буду стручковый перец кушать в прикуску. Друзья, большое спасибо вам за то, что вы поддержали меня в этом лайфе, в этом стриме. За то, что вы присоединились к нам. За то, что побыли с нами на этом. Ставьте лайки, если вам понравилось. Не понравилось. Ставьте лайки, что не понравилось. Я это буду справлять. Я буду. Что еще хочу сказать. Делитесь нашим видео. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Вот. И миллионером я на это от этого, наверное, не стану. Но каналом-миллионником буду. Чем больше подписок, тем ближе я продвигаюсь к этому миллиону. Так что туда нужно идти и стремиться. Большое спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Сейчас почитаю, что еще у нас подписано. Название, название, название. Чернослив дает сладость. И при вкусах чернослив. Да, надо будет. Может быть, да. Да, да, да. Вы правы. Можно еще чернослив туда. Вот. Вот. Вот так. Так. Сейчас я буду вас читать. Сейчас я буду вас читать. Все, что пропустил до сих пор Тома. Чернослив не пробовала. Чернослив дает сладость. Всем хорошего вечера. Всем нужно все пробовать. Все правильно. Друзья, до новых встреч. Пос hop city! Целую, обнимаю. До новых встреч!